С началом нового дня и новой рабочей недели вас поздравляют утро по-домашнему с Кириллом Политовым и Еленой Тарасовой. А кто утром понедельника бодр и свеж, кроме Елены Тарасовой? Правильно, тот, кто хорошо спит и занимается спортом. Но вот бывает так, что человек вроде и хочет заняться чем-то, но все такое избитое и надоевшее, что все спортивное рвение сходит на нет. Вот именно на этот случай мы сегодня подготовили наш хит-парад самых нестандартных соревнований, которые периодически у нас проводятся и в которых может принять участие теоретически каждый бар на улице. Но для начала о том, что еще ждет вас в этом выпуске. Есть такой спорт людей спасать. Смотрим наш киноархив о соревнованиях пожарных в середине прошлого века. Автоспорт для каждого. Как стать спортсменом на обычном автомобиле и без специальной подготовки? Из нашего полезного знакомства узнаем, что такое Джим Хана. В рубрике «Семейный доктор» расскажем о мужском здоровье и покажем, как происходит зачатие ребенка без участия матери и отца. Вот тысячи людей сегодня собираются в свои душные офисы, которые никак не увязываются в нашем сознании со спортом. Скорее наоборот. Сидячая работа возле компьютера, нервы, литры кофе. Но все это в прошлом. А будущее за офисными видами спорта. Например, офисным керлингом, офисным боулингом или офисным баскетболом. Да, вот есть и такие. Это когда вход идут в пустые пластиковые бутылки, смятые отчеты, карандаши, ручки. В общем, все, что подвернется под руку, была бы фантазия. Ну, это все командные, а мне нравятся индивидуальные соревнования. Например, езда на кресле, балансирование с бухгалтерским балансом, забег с кружкой кофе. Первый турнир по офисным видам спорта прошел в Барнауле буквально пару месяцев назад. И его обещают сделать регулярным. Так что приходите на работу и тренируйтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть он засветит и пусть все смеются. Главное, лови лучи, удачи, те, что с неба льются. Главное, не б communications. Игруси поводы, крылья расправи полетели и пока мы молоды. Пусть он засветит и пусть все смеются. Главное, лови лучи, удачи, те, что с неба льются. Главное не бросать, брать сомнения и грусти поводы, крылья расправки полетели, ведь пока мы молоды Если ты хотел познать удачу, загадочный вкус, бегайся за мной, смелее Есть намеченный курс, забыв о страхе и границах, вопрос без сомнения, стремление и удача, главное самостремление Если ты кричал во всю голову, но тебя не услышали, чувствуешь, что оно рядом, слышишь, как оно дышит, говорю не о богатстве Доверь все интуиции, твое счастье рядом, и это к счастью тебе не снизу На встречу ветру беги, зажмурив глаза от солнца, прыгнул врач в снега, ты пусть клубец смеется, пусть берите горы, преграды, все закрыты двери, смелее вперед, держай герой Мы тебя Главное не бросать, брать сомнения и грусти поводы, крылья расправки полетели, ведь пока мы молоды Главное не бросать, брать сомнения и грусти поводы, крылья расправки полетели, ведь пока мы молоды Главное не бросать, брать сомнения и грусти поводы, крылья расправки полетели, ведь пока мы молоды Пока мы молоды, секрет успеха за семью печателей Тайны, каждый, кто его открыл, вскрывает отчаянно Все эти коды и пароли, комбинации и чисел Старательно скрывают, но мы обязательно выясним Обязательно поместим, ключ в скважину Повернем, откроем и никому не расскажем Дерзко, чинно, выставим тройную стражу Тайны не узнает никто, наши родные даже Ну а если уж на то пошло, нам же не сложно Давай возьмем и раздадим это во всем понемножку Всем, кому нужно, особенно тем, кому важно И будут счастливы люди, это наступит однажды Пусть там, как светит, и пусть все смеются Главное, лови лучи, удачи, те, что с неба льются Главное, не бросать про сомнения и грусти поводы Крылья разбавь и полетели, пока мы молоды Пусть там, как светит, и пусть все смеются Главное, лови лучи, удачи, те, что с неба льются Главное, не бросать про сомнения и грусти поводы Крылья разбавь и полетели, пока мы молоды Короток, купальный сезон на Алтае, а любителей поплавать у нас ну хоть отбавляй. И следующий необычный вид спорта для Алтая стал вполне обычным явлением, хотя для иностранцев это выглядит дико. Сейчас мы о плавании в холодной воде. Вы, конечно, можете возразить, дескать, всем и спортсмены, потому что в горячей воде плавают только в ванной, а в реках, озерах, даже бассейнах она холодная. Но тут речь идет о реально холодной воде. Вот как вы думаете, сколько градусов в Телецком озере? Летом всего 5-6, а зимой 3 плюс 1. И ведь у нас сотни спортсменов, которые добровольно лезут в воду, которая вот-вот дойдет до состояния льда. Впрочем, нас уже не удивишь закалкой наших моржей, а вот иностранцы приходят от этого в восторг. В прошлом году японцы даже сняли у нас рекламу, в которой дети обливаются водой, стоя на снегу. Самостоятельно заниматься этим не рекомендуют, все-таки мало ли как может отреагировать ваш организм. А вот в составе группы тех же белых медведей всегда, пожалуйста, там, кстати, есть и профессиональные спасатели. У спасателей есть и свои виды спорта, например, пожарно-прикладной. О нем мы узнаем из нашего киноархива. В Барнауле проходят гарнизонные соревнования по пожарно-прикладному делу. Штурмуется четырехэтажная учебная башня. Первым заканчивает подъем Егор Фролов. 22 секунды. Начинается комбинированная эстапеда. Немало препятствий преодолевает в пути пожарники. Первое место в соревновании завоевала пожарная часть Октябрьского района. Начальнику команды Акимову вручается кубок. Команда примет участие в соревнованиях на первенство Российской Федерации. Вы знаете, что такое Джим Хана? Если у вас есть права, то некоторые элементы этого вида спорта вы легко сможете выполнить. Сегодня об этом виде спорта поговорим с экспертом по контраварийной подготовке и директором Центра высшего водительского мастерства Антоном Мещенковым. Антон, доброе утро. Совсем скоро в Барнауле пройдут соревнования по Джим Хане. Что же это такое? На День города, на площади Баварина мы будем соревноваться, радовать зрителей, радовать барнаульцев. И Джим Хана все-таки это одна из составляющих вещей автонагоборья, где можно участвовать на стандартном автомобиле без каркаса безопасности, без системы пожаротушения. Это достаточно сложно, на первый взгляд, смотря со стороны на эту вещь. И многие думают, что уровень пилота, он достаточно такой, ну, просто поездил по парковкам по каким-то. Вот элемент фигурка, это как раз парковки, гаражи. У нас детская школа вождения, вот репетишки, они тренируются, начинаются с этого. А дальше уже начинается вот что касаемо Джим Ханы. Там как раз элементы этой фигурки немножко используются. Можно заехать в какой-то гараж, так скажем, но очень быстро с использованием ручника, заноса, скольжения. Вот, в Джим Хане также используются элементы дрифта, очень много. И нужно ехать по расставленным препятствиям очень быстро, ничего не задевать, иначе получишь штраф, либо вообще дисквалификацию в зависимости от регламента. То есть очень-очень тесно, надо ехать очень быстро и постоянно крутиться, вертеться, дрифтить, как молодежь это называет. То есть, проще говоря, чтобы зрителям было понятно, все мы сдавали, автомобилисты, экзамены на полигоне. На автодроме. На автодроме, да, на автодроме. И вот как раз то, что мы выполняем там, только раз в 10 быстрее, динамичнее. Ну, примерно, да. Дымом из-под колеса, со свистом резины, вот такие вещи. Что это за техника? Вот вы сказали, что вообще может приехать человек на Жигули, получается, да, и одержать победу, скажем так. Очень часто. Очень часто такое бывает. В прошлом ноябре, например, девочка выиграла соревнование, второе место заняла из Новосибирска среди мужчин в общем зачете. Поэтому на машинах, на Жигулях часто парни выигрывают, причем они особо не сильно неподготовленные. Где-то, может быть, немножко развесовкой играют, где-то свинца чуть-чуть подзальют, чтобы она лучше прижималась. Ну, это больше всего для зимних этапов соревнований, где скурска, лед. Вот, с обыкновенным мотором абсолютно главное здесь мастерство пилота все-таки. Как ты чувствуешь автомобиль, какая у тебя техника руления, вообще, как ты понимаешь, что такое машина, не просто какая она красивая, как она может ехать. Но все-таки подготовленная техника, но в нашем понимании подготовленная, это значит, какие-то спортивные, заниженные, большие колеса. Как карчелыга такая. Да-да-да, будем называть своими именами вещами. Да, можно, конечно же, участвовать и на такой машине, уже с элементами доработок, но она должна иметь светотехнику полностью, технический паспорт, техосмотр пройденный, полис ОСАГО. Все, машина, если приходит к нам в таком состоянии, мы ее перед тем, как зарегистрировать техкомиссар, проверяем, ее техническое состояние, все нормально, значит, проходит дальше соревноваться. Но это разные категории все равно. Да, в основной массе идет деление по либо приводам, передний, задний, полный привод, либо в зависимости от рекламента, от того, какие фигуры будут выполнять, по размерам. Очень важно, что большая машина, маленькая машина, все-таки сложнее ездить по очень тесным заданиям. Ну, вот пример привести прошлогодних, или в этом году, женские соревнования, автодива, то, что мы проводим. Мы специально провели такой эксперимент, была классность, маленькие машинки, марчики, вот эти ВИЦы, малыши самые, мини, и есть Макси, там, Камри и прочие, Лексусы, здоровенные машины. И вот задания для тех малышей оставили неизменными фигурой для больших машин. То есть девочки проехали на больших машинах гораздо быстрее, в основной массе, чем на маленьких машинах. То есть все-таки большой автомобиль, он уже ответственность накладывает на водителя, лучше чувствует габаритные машины, лучше вообще понимает, что делать, траекторию маневра лучше строят, и скорость прохождения той же дистанции, что ехали маленькие, была намного быстрее. Ну, так что ездите на больших машинах. Хорошо, Антон, спасибо вам большое. Как выясняется, гонки – это не всегда призвание для лихачей, но также и ответственные люди у них выступают, особенно в Джинхане, потому что здесь ответственность за автомобиль. У нас в гостях был эксперт по контр-аварийной подготовке, директор Центра высшего водительского мастерства Антон Мещенков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем составлять наш хит-парад самых нестандартных соревнований, которые проходят на Алтае. И пора бы подсластить как-то нашу программу, как думаешь? Согласен, но мне кажется, мы с тобой и так слаща бы. Немного. Немного, но к спорту это не относится, а относится к чемпионату по откачке мёда. Вот как раз недавно прошёл медовый спас, и на нём соревновались пасечники, кто лучше и быстрее откачает мёд из сот. Задача, скажу, это не из лёгких, вот сам посуди. Во-первых, с пчёлами надо как-то справиться. А они стрессов не любят, сразу кусать начинают. Во-вторых, надо не навредить ульям. А в-третьих, ради чего всё это затевать, чтобы как можно больше откачать мёда. Это тоже непростая задача. У нас с вами задача утром гораздо проще, ведь мёд нам уже откачали. Готовим полезный завтрак с мёдом и с рубрикой «Полезного аппетита». Эх, яблочко, да на тарелочке, да с алтайским мёдом и с орехами. Здравствуйте, это программа «Полезного аппетита». Мы продолжаем наше кулинарное путешествие. Сегодня в меню запечённое яблоко «Алтайское заветное». Из расчёта на две порции для заветного наливного возьмите два яблока, 15 граммов изюма, 20 граммов орехов. Можно взять грецкие, кедровые или арахис. Мёд алтайский 20 граммов, щепотка сахарной пудры. Яблоки промыть, срезать верхушку, вырезать середину. Внутрь по очереди кладём изюм и орехи, заливая мёдом. Закрываем съедобной крышкой. В яблоках содержится большое количество витаминов. Этот фрукт способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Он полезен людям умственного труда. Но об алтайском мёде можно говорить часами. Более полезного, натурального и вкусного продукта, пожалуй, трудно найти. Запекаем яблоки в духовке 10 минут, температура 200 градусов. Последний штрих для сладости чуть-чуть посыпаем сахарной пудрой. И наши яблочки готовы. Лена, тебя хоть сейчас на соревнования можно. Жаль, забег на шпильках. Не сегодня. А ещё забеги эти для блондинок. Но цвет волос к этому, я считаю, никакого отношения не имеет. Да, пожалуй, только настоящие блондинки могут рискнуть своим здоровьем и пробежать 100-метровку на высоченных каблучищах. Это прям эволюционный отбор какой-то. И, кстати, высота каблука не должна быть ниже 8 сантиметров. С недавних пор такие чемпионаты стали популярны по всему миру. И Алтайский край не исключение. Наши блондинки каждый год пробегают 100-метровку. Падают, разбивают колени, носы, рвут одежду, ломают каблуки. Но целеустремлённо бегут к финишу. Уж не знаю, что это даёт самим блондинкам. Но зрители мужчины точно в восторге. Да, согласен. Про отношения мужчин и женщин продолжим прямо сейчас. Рубрика «Семейный доктор» покажет, как происходит зачатие ребёнка без участия родителей. Детей от экрана можно не убирать. Долгое время считалось, что бесплодие – исключительно женское заболевание. Однако последние исследования говорят о том, что от 40 до 50% бесплодия в паре происходит из-за проблем в организме мужчины. Николай с женой уже не один год пытаются зачать ребёнка. И всё безрезультатно. Мы уже как два года поставили диагноз бесплодие. Я думал, что причина супруги обязывает, что причина во мне. Оценить способность мужчины к оплодотворению помогает спермограмма. Но не всегда она позволяет увидеть истинную картину здоровья партнёра. Например, при повреждении ДНК и незрелости сперматозоидов, которые являются одной из причин бесплодия мужчины. Сейчас появилась возможность не только выявить эти патологии, но и успешно их преодолеть. Здесь мы можем пойти на определённый метод, который называется физиологическая инъекция сперматозоида внутрь яйцеклетки. Я сейчас осуществляю отбор зрелых сперматозоидов как раз-таки в капли с гиалуроновой кислотой. Мы отбираем их и переносим в каплю с поливинилпиролидоном. Это специальное вещество, которое замедляет движение сперматозоидов за счёт своей вязкости. Пересаживаем зрелые сперматозоиды в поливинилпиролидон. И затем уже именно зрелыми сперматозоидами осуществляем оплодотворение яйцеклеток. Для семьи Николая это практически единственный шанс родить ребёнка. До 70% этот метод даёт возможность паре стать родителями. Опасность хронического простатита в том, что его распространение может привести к развитию цистита, пилонефрита и даже мужского бесплодия. Кроме того, воспалительные процессы могут стать причиной развития аденомы простаты. Поэтому, если вы стали замечать, что появились боли и неприятные ощущения промежности, учащённая, болезненная, иногда затруднительная моча и спускание, то это повод обратиться к врачу, провести диагностику и вовремя начать лечение. Лечить хронический простатит нужно комплексно, вместе с лекарствами используя физиотерапию. Устройство МОВИТ воздействует несколькими природными факторами. Вибромассаж даёт возможность повысить тонус железы, а импульсное магнитное поле направлено на снятие боли, отёка, воспалительного процесса, способствует местному притоку крови. Такая комбинированная терапия даёт возможность улучшить качество лечения. Приобретайте устройство МОВИТ и другие аппараты Елатомского завода в аптеках Хелми, а также узнавайте по телефону горячей линии 8 800 200 01 13. Пусть в вашей жизни всегда будет место соревнованию, ведь так жить гораздо интереснее. С вами было Утро по-домашнему. Люблю, когда последнее слово за мной. Увидимся завтра. Пока. Пока. С новостями на этот день в студии Кирилл Политов. Здравствуйте. Сегодня возобновляются слушания по делу Игоря Савинсова. Неделю назад экс-главе администрации Барнаула зачитали обвинение, после чего судья объявила перерыв в слушаниях. Заседания теперь станут регулярными и будут идти каждый понедельник. Напоминаем, Савинсов обвиняется в превышении должностных полномочий, в покушении на присвоение и растрату имущества в особо крупном размере. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом. С сегодняшнего дня и до 5 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора будет работать горячая линия по качеству и безопасности детских товаров. По телефону можно будет задать вопрос о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, констоваров. Звонки принимаются с 9 до 17 часов с понедельника по четверг. В пятницу с 9 до 12.45. Телефоны горячей линии вы видите на ваших экранах. Сегодня отмечается День государственного флага России. В Алтайском крае специально к этому дню музеи и библиотеки подготовили праздничную программу. Ну вот, например, в Государственном художественном музее состоится культурная программа под флагом Родины моей, где посетителям расскажут об особенностях, об основных российских символах. А в Краеведческом пройдет программа из истории флага российского. В Краевой библиотеке имени Шишкова книжная выставка. Сегодня губернатор Алтайского края Александр Карлин на прямой линии пообщается с жителями региона. Ее организовала Сибирская медиагруппа. Отличительная особенность ее в том, что губернатор отвечает исключительно на вопросы от простых жителей, как личные, так и проблемные. Присылайте вопросы на адрес nnews.собачка.alt.ru. Начало прямой линии в 15 часов. Желаем вам продуктивного и интересного дня. Не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! С враньем в прогнозе погоды. Приди и расскажи всю правду матку. Запишись на кастинг ведущих прогноза погоды. 722-301 Вы держитесь здесь. Вам всего доброго! Хорошего настроения и здоровья!